МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У моего друга есть хэштег «Россия красиво». И он фотографирует, допустим, вроде бы, цивилизацию, дает понять, что цивилизация, цивилизация, всё Россия, мы богатая страна, там всё такое, там, бэм, за холостик, дом стоит, разломаный, там, ну, показывает Россию с другой стороны. Активно пользуются этим приложением и красноярские олимпийцы. В инстаграм сноубордиста Николая Алюнина около пяти разнообразных летних фото. Вот спортсмен покорил горную вершину Алтая, здесь запечатлел пейзаж, ну, а это всеми любимое селфи с друзьями. А вот и скелетониста Александра Третьякова всего одно летнее фото с озера Круглое. Бобслиист Дмитрий Турненков радует подписчиков отчётом из Москвы и фотографиями с тренировок. На Третьякова я подписана, потому что мы друзья, а вот с Алюниным я иногда могу посмотреть его фотографии, опять же, у кого-то, кто его отметил, вот тогда зайти и посмотреть. Если я вижу, что у него инстаграм интересный, сейчас не то, чтобы про Алюнина говорю, а вообще про известных людей, то я такая, о, действительно, хорошие фильтрики, о, кошечка, мне нравится, о, буду подписываться, потому что отписаться всегда можно. Вот у меня есть подруга, кстати, жена, Саша Третьякова, Настя, она безумно классно фотографирует почему-то пейзажи. Пейзажи – это скучнейшая картинка. В ней в инстаграм залезешь, там посмотришь, у неё как это всё обработано, и взбишь и думаешь, ну да, нормально, мы там ещё друг друга, я ей лайк не поставлю, пишу, можешь лучше. В топ самых антилайковых фотографий входят сфотографированные ноги или, как говорят в народе, сосиски. Однотипные фото на фоне одной и той же стены, фотографии за рулем авто с гуслики на острове Татышев и, как ни странно, сезонные ягоды. Некоторые любят злоупотреблять хэштегами. Начинают люди разговаривать одними хэштегами, как роботы, там, мы приехали, решёточка, отдыхать, запитая солнце, запитая вода, запитая ноги, руки, голова, там, красиво, некрасиво. И кто вообще что хотел сказать, там, непонятные какие-то киборги собрались и разговаривают, там, начинают теряться падежи, начинают какие-то вообще непонятные вещи происходить. В топ самых популярных фото сегодня входят отчёты с путешествий и всевозможных летних фестивалей. Только по самым скромным подсчётам, красноярцы всего за несколько дней пребывания на Мерсибири выложили больше тысячи фото. Кто-то радует участников коллажами с ярких локаций, кто-то предпочитает уже ставшее классикой селфи. Например, в Инстаграм известного политика Алексея Клешко мы нашли вот такой фото и видеоотчёт. Ну, а лично я считаю, что Инстаграм публичного человека должен быть максимально информативным и разнообразным. Хотя сама придерживаюсь этого правила не всегда. Среди моих хэштегов чаще всего встречаются утренние селфи и коллажи с работы. Кстати, вот и одно из них. Как говорится, чем живу, то и выкладываю.